Приветствую вас, ну, я думаю, что, может быть, чувств, как таковых, вы и не испытываете к человеку. Но какие-то обиды, негатив, раздрай, может быть, всё-таки есть. Отказ. Какой-то вот негатив и раздрай. То есть, имеется в виду, что какие-то ваши представления о себе получили серьёзную деформацию. Вот. Вследствие, вот. Ну, вследствие того, что произошло между вами, вследствие того, что случилось между вами. Вот. То есть, вероятно, вероятно, такая может быть история. Вот. И здесь, конечно, ну, на мой взгляд, очень важно поисследовать вот эти причины, да, причины того, что вы испытываете. Как вы испытываете. То есть, я имею в виду, что вам неприятно, что тяжело, когда вы видите молодого человека. Потому что это очень важная история, это очень такой важный момент. Вот. То есть, вот вы пишите, как абстрагироваться и не вращать в прошлое. Никак. Потому что это ваши чувства, это ваши эмоции, это ваши переживания и, соответственно, они, ваши чувства с чем-то связаны. Ну, то есть, у них есть какая-то причина, да, есть определённые основания для них, для чувств, вот. И, соответственно, можно и нужно двигаться в этом направлении, чтобы исследовать, что это за чувства, перешить их, вот, отпустить, возможно. И дальше вам уже, я так полагаю, что было бы легче гораздо. Вот. То есть, тот факт, что вы закончили отношения с мужчиной, вот. Вот. Совсем ничего не значит, потому что след, эмоциональный след остался от того, что произошло, к примеру, между вами. И ваша реакция, она продолжает, как бы, говорить о том, что по-прежнему вам тяжело, по-прежнему вам, вас это как-то вызывает, вам это болезненно. Вот. Вполне вероятно, речь идёт об определённых фрустрационных процессах, то есть, невозможности реализовать некие свои ожидания, вот. Вот. Реализовать, которые вы объективно рассчитывали. С мужчиной, с мужчиной своим. Вот. Ну и, соответственно, уже очень важно эти ожидания поисследовать, очень важно эти ожидания раскрыть и понять, что же всё-таки вас задело. Но дело вот настолько, что вы до сих пор это помните. До сих пор вы, до сих пор вы, ну, помните о неких обидах, да, о неких переживаниях и так далее. Вот. Тогда опять же, конечно, никто вас не обвиняет, ни в чём. Вот. В том числе и я. Совершенно, точно. Ни в чём. Не обвиняю вас. Просто говорю о тех возможных аспектах, которые могут влиять на вас и на ваше восприятие данной ситуации. Так. Чуть с кем не испытываю, но морально мне не всегда легко даётся эту встречу. Ну вот, нужно исследовать, в чём именно нелегко, в чём сложнее. Сами отношения были не очень гладкими, трудно начались, трудно закончились. Ну, тоже нужно сделать анализ этих отношений. Какой вы, именно вот, я бы сказал, опыт вынесли из них, какой опыт вы вынесли из них. Что вы, что вы для себя, что вы приобрели в этих отношениях. Почему они, как вы говорите, сложно начались, сложно закончились. То есть такое ощущение, что вы в отношениях были, ну, не свободны. Вот. Если вы были в отношениях не свободны, ну, соответственно, надо бы определить, в чём вы были не свободны. То есть почему вы себя, как будто бы преодолевали данных в этих отношениях, ломали себя. Вот. То есть, опять же, если это поисследовать, то вполне может быть, что можно найти причины, причины того, как вы оказались в этой истории, в этой ситуации. Вот. Дальше идём. Так, значит, я, мне кажется, я мысленно продолжаю копаться в прозвом, мы должны выпускаемся, только усиливать этот эффект. Ну, смотрите, если вы продолжаете копаться в прошлом, то, на мой взгляд, это всего лишь означает, что прошлое для вас важнее, чем настоящее. Вот. Ну. Тут нужно посмотреть. Всем, для вас, вот, прошлое привлекательное. Почему для вас копаться в прошлом более интересное, чем жить настоящим. в прошлом. Ну, и будущее. Соответственно, тоже. Вот. Может ли быть так, что, ну, может ли быть, к примеру, так, что, допустим. вам ничего не интересно, не интересно, к примеру. А, может ли быть так, что вы отношения с мужчинами, или вот с конкретным мужчиной, придавали, ну, больше значимости, да, больше значимости, больше значения, чем, 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 ну, чем нужно было. Вот. То есть, я, опять же, ни в коем случае, да, вас не обвиняю, ни в коем случае. Но, просто, хочу обратить ваше внимание, да, если вы, вот, позволяете себе жить и думать, собственно говоря, в прошлом, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что что-то вам в настоящем и в перспективном будущем не нравится. Вот. Это... Нехорошо. И неплохо. То, что... То, что так. Просто, мне кажется, мне кажется, что это нужно исследовать. Чтобы вам... Эм... Эм... Отдавался... Более в такой... Ммм... Полный отсёт. О... О том, что происходит. А вот, в принципе, такой ответ, я могу вам дать, я надеюсь, что для вас это было полезно, для вас был полезен мой ответ, очень надеюсь, вот обязательно поразмышлите, как, ну, как у вас все складывалось, и после, я думаю, можно будет поработать с тем специалистом, которого вы выберете, которому вы доверитесь, и в котором вы захотите разделить ваши трудности. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok